Здравствуйте, уважаемые 11-ти классники! Мы продолжаем с вами цикл уроков по русскому языку. Для сегодняшнего урока я выбрала тему, которая традиционно вызывает очень много сложностей при сдаче ЕГЭ. Но для начала давайте посмотрим, что же за необычный текст у нас на слайде. И является ли данный набор предложений текстом? В одной стране стоял нехоженный, невиданный густой лес. Жила старая медведица, было два сына, медвежата подросли. Решили пойти по свету искать счастье. На чужой земле, вдали от матери, братья не нашли и вернулись на родину. Прожили до конца своих дней. Итак, этот набор предложений действительно не очень похож на текст. Почему? Давайте попробуем разобраться. Исходный текст выглядит так. В одной стране стоял нехоженный, невиданный густой лес. В том лесу жила старая медведица. У этой медведицы было два сына. Когда медвежата подросли, то решили пойти по свету искать счастье. Но счастье на чужой земле, вдали от матери, братья не нашли и вернулись на родину. Там и прожили они счастливо до конца своих дней. Итак, те слова, которые отсутствовали в предыдущем тексте, это слова, которые связывают предложения в единый текст, в единое смысловое единство. И говорим мы сегодня о том, какие существуют средства связи предложений в тексте. Что важно знать? Важно знать, что они бывают лексические, морфологические, синтаксические. И, конечно, важно уметь находить средства связи предложений в тексте. Давайте начнем с лексических средств связи. Я думаю, что многие из вас легко справляются с тем, чтобы найти лексический повтор, то есть повтор одного и того же слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы. Наверное, вызовет вопрос и сложности описательный оборот. Что это такое? Это чаще всего те словосочетания, которые заменяют другое словосочетание. Но, естественно, по своему смыслу они очень близки и похожи. И я думаю, что не вызовет проблемы сложности слова, связанные тематически. То есть слова из одного тематического ряда. Итак, первый пример. Людмила испекла большой торт. И мы встречаем повтор во втором предложении. Торт был украшен свежей клубникой. Мы решили купить этот дом и обосноваться в деревне. Наше решение стало началом невероятных событий. Вы без труда увидели слова «решили» и «решение» – это однокоренные слова. Писатель прожил в этом доме до конца своей жизни. Мастер создал здесь свои главные шедевры. Слова писатель и мастер являются в этом тексте синонимами. Антонимы. Друзей у нее было много, врагов намного больше. Я думаю, вы без труда нашли антонимы. Описательный оборот. Вы меня удивляете, господа, промолвила Одинцова, но мы еще с вами потолкуем. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. Я думаю, вы без труда узнали текст Тургенева. Итак, промолвила и завела речь – это те средства связи, которые связывают два предложения в тексте. Второй из них является описательным оборотом. Поспел урожай. На следующей неделе был организован сбор фруктов и овощей. Слова «урожай», «сбор фруктов и овощей» естественно являются словами одной тематической группы. Потренируемся. Бунин в своем рассказе «Легкое дыхание» выразил тревожную мысль о судьбе человека. Сюжет новеллы представляет собой напряженное развитие двух мотивов – смерти и жизни. В двух рядом стоящих предложениях найдите, пожалуйста, средства связи. Я думаю, вы без труда находите синонимы слова «рассказ» и «новелла». Второй пример. Он прошел пахнущий самоваром вокзал и через минуту уже сидел в купе международного вагона. Как легко и плавно тронулся поезд. Я думаю, вы без труда найдете два слова, которые помогают нам связать два предложения в тексте. Это слово «вагон» и «поезд». Безусловно, это слова одной тематической группы. Внимание, хочу сказать, что самым сложным обычно при нахождении лексических средств связи является нахождение контекстных синонимов. Да, действительно, эти слова, которые в обыденной речи чаще всего не являются синонимами, но попадая в один текст, они дают возможность его связать единое целое. Обратите внимание на слова оригинального и нового в тексте Александра Гениса. И слова «дятла», «лесной доктор» во втором случае. И слова «огромные», «крупные» в тексте Ивана Бунина. Да, действительно, это самый сложный случай, и поэтому вам нужно быть всегда очень внимательными, определяя и находя те слова, которые именно в этом тексте говорят об одном и том же предмете или похожи своим значением. Следующий важный момент – это умение определять морфологические средства связи предложений в тексте. Как видите, их достаточно большое количество. Это и союзы, и союзные слова, местоимения, частицы, формы слова, наречия, единство видовременных форм глагола. Нужно сказать, что именно эти средства связи требуют запоминания, требуют того, чтобы мы в голове держали множество разных слов, которые являются для нас своеобразными сигналами. Будь внимателен, я то слово, которое может стать средством связи. Давайте попробуем различать. Итак, первое, о чем хочу вас предупредить, нужно различать формы слова и лексический повтор. Формы слова – это использование одного и того же слова, но в разных грамматических значениях, вроде в числе, в падеже, во времени и так далее. А лексический повтор – это повтор слова совершенно без изменения. Маленькая подсказка. Если вас просят узнать формы слова, то знайте, что вы должны в обязательном порядке найти два разных слова. Если же вам говорят о лексическом повторе, то чаще всего речь идет об одном и том же слове. Потренируемся. Улица была совершенно пуста, дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, белая густая пыль лежала на мостовой. Обратите внимание, что в этом тексте, в двух предложениях, все глаголы употребляются в одном времени и в одном виде. Второе. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз с солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Два слова привлекают наше внимание. В первом предложении слова «мороза», во втором случае, во втором предложении слова «мороз». Перед нами формы одного и того же слова, которые связывают предложение в единый текст. И третий пример. Мерин был покорен, только глубоко раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Слово «только» являясь частицей связывает два предложения. Что нужно запомнить? Что нужно действительно помнить всегда? Очень хорошо, значит, сочинительные и подчинительные союзы. Уметь их, что называется, различать в лицо. Союзы тоже, также же могут находиться в середине предложения. Поэтому их чаще всего и труднее найти. А теперь вспомним о местоимениях. Те местоимения, которые связывают предложения в тексте, их несколько разрядов, и я хочу обратить внимание на них. Итак, если это личные местоимения, то вы обязательно встретитесь со словами «он», «она», «оно», «они». Например, во вторник Сергей пришел снова. Он хотел еще раз увидеть Ольгу, увидеть ее глаза. Притяжательные местоимения, его, ее, их. Например, эти специалисты давно занимались изучением тайн океана. Их исследования привлекают внимание ученых всего мира. Определительные местоимения, весь, всякий, каждый, сам, любой, иной, другой. Посмотрите, например, «Мои друзья, моя опора». Любой из них протянет мне всегда руку помощи. Следующее важное местоимение, которое помогает нам связать предложения в тексте, это указательное местоимение «такой, тот, этот». Например, «Купить билет на самолет можно через интернет». Такой способ очень удобен, он экономит ваше время и позволяет спокойно принять решение. Местоименное наречие «там», «так», «тогда», «поэтому», «туда», «оттуда», «оттого», «потому», «затем», «тут». Посмотрите, как работает это наречие. Люблю старые заброшенные деревни, там меня охватывает странное противоречивое чувство. Давайте попробуем применить наши знания и сконструировать тексты, то есть ввести важные морфологические средства во второе предложение. А я сейчас слушаю голос древнего ручья, воркую диким голубком. Конечно же, сюда мы ведем местоимение, личное местоимение «он». Второй пример. «Над поселком плыло темное небо с яркими иглистыми звездами». Звезды бывают только осенью. Естественно, сюда просится местоимение «такие звезды». В третьем примере он знал, что надо было делать вид, что не сомневаешься в рассказе. Он и делал. Я думаю, что по смыслу вы догадаетесь, что здесь необходимо местоименное наречие «так». Четвертый пример. «Он неожиданно вернулся в родное село, приезд обрадовал и испугал мать. Здесь пропущено и здесь важно для нас притяжательное местоимение его». Во II-I веке до н.э. происходит отход от коллективизма, усиливается индивидуализм. Эти черты отразились в римском искусстве и литературе. И здесь необходимо, безусловно, определительное местоимение «все». Теперь немного о частицах. Обратите внимание, как много их и какие они разнообразные по своим видам. Но я хочу сказать, что если вы не знаете эти частицы, если вы не умеете их отличить от других частей речи и не видите их в предложениях, к большому сожалению, вы тогда не сможете найти средства связи. Поэтому мой совет – естественно, выучить их и помнить. Давайте попробуем. «Было два часа, в доме было тихо и пусто. Мама, как всегда, спала после обеда. Глажка тоже верно заснула». Итак, здесь нам встретился союз, о котором я предупреждала. И он находится не в начале предложения, а после первого слова. Второй пример. «И я бы ему многое рассказал и обратил внимание, ведь у нас не трактир, а для образованных людей». Я думаю, что вы увидели, что второе предложение начинается с частицы «ведь». И эта частица действительно помогает связать нам два предложения. «Утром он купил торт и огромный букет. Неужели настал тот самый день?» Здесь вопросительная частица «неужели помогает нам?» «В ненастии во время прибыли воды клёва не было. Зато как хороши были туманное и свежее утро». Обратите внимание на союз «зато». Много соли содержится в морской воде. Вот почему ее нельзя использовать для приготовления различных блюд. Хочу сказать, что здесь два средства связи. Вот эта частица и местоимение ее. Наречий. Обратите внимание, их тоже достаточно. Но главное помнить в этом случае, что это наречия времени и наречия места. «Мебель была покрыта толстым слоем пыли. По углам висела старая огромная паутина. Здесь везде царил беспорядок и запустение». Я думаю, что вы нашли без труда наречия здесь. Итак, как выглядит задание номер 23 на ЕГЭ? Нужно найти то предложение и указать его, которое связано с предыдущим с помощью сочинительного союза наречия со значением времени и контекстуального синонима. Я думаю, вы без труда увидите, что это номер 7. Потому что во всех остальных в большинстве предложений используются вводные слова. И мы, наконец, перешли к синтаксическим средствам. Это вводные слова, синтаксический параллелизм, порцеляция и использование прямого и обратного порядка слов. С чем вы обычно столкнетесь, с какой трудностью? Безусловно, новым и не всегда понятным является синтаксический параллелизм и порцеляция. Обратите внимание, что синтаксический параллелизм – это одинаковый порядок слов, а порцеляция – это дробление предложения на части. Давайте потренируемся. Юность, время, надежда, зрелость, пора свершений. Безусловно, это синтаксическое средство, параллелизм. Долго ли мы ехали? Не знаю. Перед нами пример порцеляции. Занимайтесь спортом. Во-первых, он даст вам здоровье. Во-вторых, укрепит ваш дух и, наконец, принесет массу удовольствия. Вы без труда найдете вводные слова. А вот остальные три предложения, в них встречаются и морфологические, и лексические средства. И я думаю, что вы же без труда сможете их определить. Проверьте себя. Итак, среди предложений 1.9 найдите такое, которое соединяется с помощью частиц и указательного местоимения и лексического повтора. Безусловно, эта работа требует более внимательного прочтения, но подсказка все же есть. Обратите внимание, что для многих предложений первое слово является ключевым. И мы отбрасываем, безусловно, те предложения, которые не подходят под наши условия задания. И ответом является цифра 2. Итак, я желаю вам, чтобы вы разобрались в этом сложном достаточно вопросе. И, безусловно, в помощь вам упражнения, которые предлагаются из разных учебников. 212-541. Постарайтесь не только выполнить условия задания этого упражнения, но и укажите средства связи между предложениями. Надеюсь, что это будет для вас великолепный тренинг. И удачи вам на экзамене. Субтитры подогнал «Симон»!